Господь, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Ты достойный всю славу и честь. Мы благодарим Тебя, что Ты умер за нас, Ты пролил кровь для нашего искупления. Спасибо, что Ты родил нас заново. Мы так благодарны Тебе, Господь, что Ты нас перевел в Своё Царство. Спасибо, что Ты наш Бог, но и наш Отец. Мы так благодарны, что Ты с нами и сопровождаешь во всём. Господь, мы любим Тебя и мы ценим. Спасибо, что Ты есть во имя Иисуса. И весь народ да скажет. Аминь. Слава Господу. Обновлённый ум – залог успешной христианской жизни. Обновлённый ум. Я удивляюсь, насколько человек по натуре эгоист. И я в том числе. Мы на автомате эгоисты. Когда я говорю обновлённый ум – ключ или залог успешной христианской жизни, каждый считает, что все должны именно начинать знать всё, что я знаю, тогда у них будет обновлённый ум. Это не что иное, просто как эгоизм говорит. Мы не стремимся иметь такой ум, как у тебя. Нет, нам не нужен твой ум вообще. Это будет катастрофа для нас. Поэтому, когда мы говорим обновлённый ум, ведь можно обновлять ум в разные направления. Вот я, когда учился на самолёт, хотите, не хотите, тоже обновление ума. Но я обновлял ум в направлении инженерных дел. И я ни в коем случае не предлагаю вам начать мыслить, как инженер. Не сработает. Обновление ума, о которой мы говорим здесь, и это обновление ума в направлении Божьего, чтобы мыслить так, как ожидает от нас Бог. Это не просто развитие бизнес-способности, мышления. Это важно для тех, кто в бизнесе. Но не это обновлённое ум. Потому что инженер думает, что ум Божий – это инженерный ум. Бизнесмены тоже качают свои права, юристы свои, политики свои, каждый своё. Пенсионеры в Украине побеждают, как всегда. Но не это нам надо. Мы хотим Божий ум. Есть ум, который влияет и на бизнесмена, и на инженера, и на пенсионера, и на всех. Это обновление в Божие направления. Кто-нибудь скажи «Амин». Поэтому, заметьте, я всё время имею в виду обновление, чтобы в согласии с Божьим Словом. Вы можете использовать, конечно же, можно, например, если человек тебе поручили, чем заниматься. Мечта вашей жизни какой? Доить коровы, например. Вот, прямо в вашу мечту попал. Вот, если у вас мечта доить коровы, вам нужны учебники, или, не знаю, учебник нужен или нет, чтобы учиться обновить свой ум, чтобы оно соответствовало коровам. Вот, поэтому получается, что это не обязательно Божие, но это улучшит тебя в работе с коровами. Поэтому в любом направлении, где у тебя что-то не хватает, нужно обновить ум в этом направлении. Всегда. Всегда человек, который в безнадёжном состоянии, это тот, который считает, что он всё знает. Вот от таких уходите. Даже не задерживайтесь. Потому что, как только человек думает, что он всё знает, с этого момента он начинает деградироваться. Нету такой статики в одном положении. Такого не бывает. Притом, знания обновляются, вы просто себе не представляете. Человек, который столько знал, два года тому назад, всё, что он знал сегодня, оно уже ни к чему. И надо обновить постоянно. Поэтому процесс учёбы, это, ну, в принципе, у нас в Украине много чего. Есть сферы, где не меняется ничего. Вот там, да, может быть, они могут продолжать быть крутим, старым знанием. Но во всём мире, где нормально так жизни, старым знанием не может быть крутим слишком долго. Надо постоянное обновление. Но мы говорим здесь не о сферах профессии, а о божественном обновлении ума. Мы с вами обнаружили, что Бог вывел народ израильский из Египта мощно, с силой. Но мышление раба, который в них развился, в Египте, не смог Бог выветрить от них сразу. Не получилось. И поэтому Библия говорит к римлянам, восьмая глава, мы с этого начинаем сегодня. Павел очень чётко начал учить вопрос обновления ума. Постально к римлянам, восьмая глава, пятого стиха, мы будем по четырнадцатой. Это очень большой текст, но я буду его использовать кусками. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». Заметите, из этой фразы, только начало, что первое пришло. Так, первое пришло по мышлению, но видимое, первое было поступки. То есть, я смотрю на человека, я не вижу его мышления, я вижу его поступки. Поэтому, живущие, поступки по плоти, ты видишь, Геннер? Да, я вижу. Ты знаешь, от чего это? Не знаю, а вот тебе объясняю. Это потому, что этот человек мыслит. Вот как он живет, так он поступает, таковы его помышления. Мы с вами об этом говорили в прошлый раз, что каков он внутри, таков он на самом деле. То есть, я хочу знать, как человек мыслит, какой ход мышления у человека, все, все, что мне надо, это посмотреть на то, как человек живет, как поступает, как говорит, как реагирует на ситуацию. Вот это дает мне понять, чем занять его ум. И дальше говорится, а живущие по духу, о духовном помышляют. Замерите, сразу есть выбор тут. Продолжаю. Помышления плотские. Мне нравится Павел, он прямо как будто закончил Ки-Га. Он все четко. Помышления по духу, помышления плотские, суд смерти. А помышления духовные, жизнь и мир. Например, это еще не проповедь, я просто комментарий, который у меня нету конспекта, чтобы я не забыл. Если человек мыслит о своем будущем по плоти, его будущее мертвое. Вы меня слышите, да? Там не говорится, что смерть только то, что сегодня. Помышления плотские, если ты мыслишь о своем будущем, о своем бизнесе, о своей семье, в будущем, по плотскому, что ты привлекаешь в свое будущее? Смерть. Если же ты помышляешь о духовном, о твоем будущем, о твоих детях, обо всем твоем завтрашнем, что ты привлекаешь туда жизнь и мир. Это надо никогда не забыть, что твое помышление влияет на тебя сегодня, завтра и послезавтра. Так, мы читаем с вами. Потому что плотские помышления суд вражда против Бога, воюет с Богом, вооружается, берет оружие и стреляет в сторону Бога. Когда ты мыслишь по плоти, это то же самое, что ты взял автомат и нацелился на Бога и стреляешь. Естественно, не закончится благо. Поэтому смерть, вы понимаете? Потому что, когда стреляешь у Бога, и начинается ответный огонь, это очень неприятно. Написано, это суд вражда против Бога. И закон Божий, пусть это будет закон Божий, через проповедь, Библию, книгу, не покараются и не могут. Заметите, что этот человек не может, значит, ему сообщили, он слышал, ему повторили, и он понял, но он выходит и повторяет, и идет по тем же пути, по которому он ходил до этого. Хотя ему сказали, потому что он не может, не покарается и не может. мне всегда жал, когда родители бьют детей, чтобы они жили по слову Божьему, когда они не рождены от Бога. Бесполезно, не могут. Моя жена верующая, ты уверен? Да, она со мной ходит в церковь, это не обязательно, что она верующая. Поэтому, когда мы пытаемся заставить людей быть верующими, а они не рождены от Бога, как мы узнаем, могут ли они повиноваться слову Божьему, если примут решение. Если не могут, значит, простите, не рождение от Бога. Церковь для них это субкультура, в котором они бывают, они привыкли, они много лет, они уже приучили себя, это уже адаптированный подход, но жизни Божьей внутри нет. Или же помышления, повреждено. Так, читаю медленно, но уверенно. Посему, живущие по плоти Богу угодить не могут. А вы верите, что Библия имеет в виду, то, что она имеет? Живущий по плоти может радовать Бога в чем-то или нет? Нет. Смотрите, здесь не написано, живущий по плоти не может угодить Богу во время, когда он живет по плоти. Нет, там так не написано. Написано, живущий по плоти по сути Богу угодить не может. Выключено. Он в понедельник в плоти, вторник, среда, он пытается быть в духе. Вычеркнуто. Надо либо с Богом или без. Читаем дальше. Но вы не по плоти живете, а по духу Павел человек верит. Если только, то есть, когда считается, что человек живет по духу, если дух Божий живет у вас, если же кто духа Христова не имеет, тот не его. Я видел дядю на крещатике с таким плакатом евангелист. Написано вот эта фраза «Если же тот духа Христова не имеет, тот не его». И он стоит. Я ему задал вопрос. А этот плакат что делает? О, каются. Откуда ты знаешь? Дома. Они видят обличение и дома каются. Я не уверен. Во всем нужно немножко мышление включить. Так, читаем дальше. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Дух жив для праведности. Научитесь в жизни отделить тело от духа. Это поможет во многом. Особенно в этой теме, которую мы сейчас с вами разбираем. это необходимо. Так, а если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас. Заметите, откуда оживление? Из-за внутри. Вот это надо, чтобы оно осталось у вас. Жизнь из внутри. Обновление ума по-божьему начинается из внутри, не из наружи. Поэтому большая библиотека полезна, но обновление, о котором мы говорим, начинается из внутри. Читаем дальше. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Почему многие люди думают, например, человек мне сказал, мне так курить хочется. Хорошо. Говорит, но если я не покурю, мне кажется, что я умру. Он прав или нет? Вот он думает, что он должник плоти, что если он не покурит, плот остановит его жизнью. Но это не так. Сколько людей перестали курить и не умерли. Вот эта проблема у большинства людей, когда плот что-то просит, плот передает таким образом, если не сделаешь, тебе будет плохо, тебе будет нехорошо, ты умрешь, ты заболеешь, а просто говорит, ты потолстеешь. Но если даже это правда, что потолстеешь, ну походи немножко, 2000 шагов и уже убрал влияние этих сигарет. Но вот заметите, Павел говорит, если хочешь жить по духу, нужно внутри себя стержень зафиксировать, я не должник плоти, я ничего ему не должен. Если ты не выпьешь водку, тебе будет плохо. неправда. Если ты не поссоришься с мужем, он подумает, неправда. Он и так думает все равно. А если ты это не сделаешь, тебе будет плохо. Неправда. Это надо одеть шапку, которая называется я не должник плоти. имеется ввиду не обязан. И плоть не имеет рычаг, кроме приносить расстройства, маленькую депрессию, поиграться с гормонами в теле, а через время адаптируется к моему новым решениям, и все окей. Что он будет меня слышать? Читаем дальше. Если живете по плоти, то умрете. Смотрите, один человек мне сказал, пастор Генри, идея такая, если я живу по плоти, но успею покаяться перед смертью, я же исправлю вопрос. Согласно Библии, написано, если вы живете по плоти, не умрете по плоти, а живете, то в конце обеспечена вам что? Смерть. Не рекомендую вот этот шахмат дьяволский, понимаете? Главное, когда я пойму, что я теперь умру, я покаюсь. Библия говорит, если живете по плоти, то умрете. Смерть приходит не в один день. Это процесс, который тебя захватывает. Поэтому заметите, а если духом, опять замерите, откуда все начинается, это еще неправильно, мы читаем, мы с вами просто очень детально читаем. Вот мне нравится, что мы читаем детально. А если духом, замерите, откуда идет движение, умерщвляйте, дело плотки, тоже вы будете. То есть оказывается, рожденный свыше имеет способность начинать движение из своего духа. Замерите, откуда? Духом умерщвлять. И получается, вот это является ключ вообще к ухождению в силе Божьей. Уметь жить из своего духа. Читаем дальше. мы уже заканчиваем. Ибо все вводимы духом Божьим суть сини Божьей. Закончили читать. В принципе, мы так читали, что уже мини-проповедь прошла уже. Заметите, Павел здесь объясняет проблемы, с которой израильский народ столкнулся, они столкнулись в упустении. Оно здесь четко объяснено, оно не видно сразу. Это жить по плоти, потому что помышление по плоти. Жить по духу, потому что помышление по духу. смотрите, что произошло. Жить по плоти, что означает? Это означает жить, реагируя на воздействие внешних вещей, на тело, на ощущения, на и так дальше. Например, чувство голода. У вас бывает чувство голода? Вот вы не кушали, вы привыкли завтрак, например, и вы не позавтракали. Кто из вас умер от того, что вы не позавтракали? Никто. Но правда же ощущение было, как будто вы умрете? Вот все действия плоти такие, они дают чувство, как будто тебе конец. Иначе, кроме надо бежать поесть, иначе конец. Нет, нет, не конец. Это я слушал одного человека, который объяснял, что он какой-то марафон бегал, 100 майлов, это сколько, 140, наверное, километр. Это было для того, чтобы его включили в марафонский бег, который там 200 и чем-то километров, ему нужно было за сутки, за 24 часа пробежать 140 километров. А он без подготовки, без ничего. Просто пришел, у него было повышенное желание помочь вдовам, чьи мужья погибли там на войне. и он говорит, он не готовился, воду не взял, ничего. Он побежал 70 километров без воды, без ничего. Потом ему плохо стало. Кровь, нога везде. И он начал ходить. Походил наверное 30 километров или нет, 20 километров, но все равно мало. Ему нужно было за 24 часа, за сутки успеть пробежать 100 майлов. И он говорит, он взял какие-то штучки, привязал к ногам, начал бегать, и ноги потеряли чувствительность, и он побежал, чувства не было никаких, просто бежал. И потом уже когда закончил, пробежал 100 майлов, его забрали в больницу, конечно же восстановить и все. А ему задали вопрос, тебе было больно? он говорит, вы понимаете, понятие больно, это понятие весьма относительное. Поэтому если для него это понятие относительное, то поймите, понятие ты не позавтрак, еще умрешь, это относительное понятие. Никто не умер от того, что не позавтракал. Никто не умер от того, что 40 дней пьет воду и не кушал. Я не говорю, что это делаете. Не. Но при здоровом не умирают. Поэтому когда берешь пост без еды и тебе кажется умираешь, надо смеяться и хохотать, ты не умрешь. Кто наоборот меня слышит? Вот это я слышал спор между двумя, что важнее в жизни, быть вдохновленный или быть дисциплинированным. Вдохновленность даст себе начинать что-то. Но важнее даже не вдохновленность, а дисциплина. Если ты ждешь вдохновления всегда, жизнь с тобой разберется очень жестко. Эти все вдохновления жизни умеют приземлить. вдохновленность исчезает вот так. Ты можешь эйфорию иметь одно смс и все, и эйфория закончилась. Не черпай силу вдохновленности. Дисциплина откуда берется? От цели. Понимаете, когда у тебя есть цели, жгучая цели, которая тебя тянет, тогда появляется дисциплина. Поэтому заметите, жить по плоти означает жить по диктовке старого человека, жить по диктовке хотения и стремления плоти, которые в свою очередь под контролем дьявола. Это самый эффективный метод, который дьявол использует, чтобы поражать верующего, заставит тебя жить по плоти. Как только ты человек, который мыслит по плоти, живет по плоти, ты сто процентов пойман дьяволом. Не важно, как тебя зовут или сколько лет ты в церкви. А жить по духу, это потому, что человек мыслит по духу. То есть он реагирует не под воздействием плоти или внешней среди, а под воздействием духа. Он реагирует под диктовки духа. Он все делает под контролом Бога. Вот это два разные лагеря. И при том Библия тут же подсказывает живите по духу. Вот заметьте, помышления наши определяют как будем жить. То ли в победе, то ли в поражении, то ли в болезни, то ли в здоровье, то ли в свободе, то ли в рабстве. Или гибрид, как я вам рассказывал в прошлый раз. Гибридные христиане, это те, которые три-четыре дня в неделю, они в духе, два-три в плоти. Три-четыре дня с Богом, три-четыре или два с сатаной. Вот гибридный такой. На самом деле гибрид нету, в конечном итоге это смерть. Надо меняться. Нельзя так жить. Поэтому заметите помышления твои определять, как ты будешь жить. Если, например, тебе не нравится то, как ты живешь, меняй свое помышление. Тебе не нравится, как люди на тебя реагируют, меняй твое помышление. Вот я разговаривал с одним братом, он говорит, пастор Генри, люди, куда бы я ни шел, они меня не любят. Почему? Меня завидуют. Я сказал, хорошо, а кроме вариантов завидовать, есть еще другой вариант? Не может такой быть другой, потому что я умный, я воспитанный, я это, они меня завидуют. Сразу от этих перечень разговоров я понял его проблему. И поскольку у меня не было времени атаковать эту проблему, я сказал, ну, пусть Бог тебе поможет, до свидания. Я такое часто делаю. Потому что иногда думаешь, что у меня такое мышление, это годы надо, а у меня времени нет столько. Если человек имеет неправильное мышление, он же не может самому видеть, что я неправильно мыслю, да, такое же не может быть. Он думает, что он эталон земли. Поэтому Библия дает нам рычаги проверки по плодам, по плодам, по плодам, по плодам. твое мышление, что оно делает с тобою, с людьми, в твоей жизни, какой плод от твоего помышления. Если то, что ты видишь вокруг тебе, тебе не нравится, перестань петь песню твоему помышлению. Оно неправильно. вот поэтому это я однажды не вам расскажу эту историю. В еще 1900 какого-то года если самолет аварийную посадку будет совершать, да, аварийную посадку, имеется в виду, будет садиться аварийно, то ли там шоссе, не открылись или там только два и будет посадка такая. Или в лесу надо садиться, ну мало ли, с надеждой, что вдруг вызовем такой. Многие авиакомпании было такое понимание, которых учили, что когда будет посадка аварийной, родители пристегиваются, а детей нужно положить на полу и держать руками. и вы знаете, что происходило с этими детьми, все погибали, даже если не большой удар. А вы представляете, учили это в вузах, а потом, когда начали думать, а почему погибают дети все время? Естественно, жестко, держит, и удар, бум, и ребенка нет. а там не надо брошу во ума, чтобы понять, что это не совсем мудро. Но чтобы сдать экзамен, надо было, когда тебя спрашивают, что делать с ребенком при аварийной посадке, держать на полу. Молодец, отличник. Поэтому я не хочу тут подвергать сомнения всему, чему вы научились в жизни, я просто хочу вам дать понять, что помышление наше дает нам определенный образ жизни. Я бы сказал так, твоя жизнь сегодня это продукция твоего помышления. Вы имеете ввиду, пастор, что вот я в этом служении, это продукция моего мышления? Да. Ты мыслил бы по-другому быстрее всего и пастор, и Бог, и ты сам перевели бы тебя в другое служение соответственно твоего помышления. Никто в здравом уме видя суперум как раз который не хватает в чем-то и игнорировал. Такого нет на земном шаре. Такого нет. все ищут кадров. Их нет. Поэтому заметьте, ты являешься продукцией своего помышления. А пастор Генни, ты хочешь сказать да, да, хочу сказать. А могу менять, да, меняй помышление. Это то, чем мы занимаемся, тут проповедуя, уча постоянно, что мы пытаемся делать? Менять ход мысли. поэтому заметите, что духовное помышление неважно, какие обстоятельства в жизни, включи всегда духовное помышление. Потому что рано или поздно они принесут жизнь и мир. рано или поздно. Вот ты пришел домой, да, жена обещала кушать, готовить и забыла об этом. Включи, пожалуйста, духовное помышление. Оно принесет мир и жизнь. Обязательно. Пастор Генри, я тут люди собрали и тут меня унижают. Может, мне побить пару из них. Советую, включи духовное помышление. И оно принесет мир и жизнь. А плотское помышление суть смерти. То есть присутствие диктовка дьявола. Поэтому мыслишь долго по плоти это дело времени. как дьявол начинает брать вверх в твоей жизни, как депрессия, как греховные поступки начнут брать вверх, как зависимость придет, как поражение придет. Оно это законы, которые не меняются. изменяются. Они не меняются. Вот поэтому, когда я вижу человека что-то делать грубо плохое, если оно особо ни на кого не влияет, как бы астрагируясь, оставляем, называться консервируем. Это дело времени, как обязательно смерть начинает работать. Поэтому заметьте, надо выбирать избегать плотские помышления. Тут говорится, что плотское помышление это вражда против Бога, воюет против Бога и не способна по сути повиноваться Богу. Это же поэтому я познакомился с католическим священником и он говорит, пастор Мадава, вы протестанты, евангельские христиане, вы немножко отличаетесь от католиков. Я говорю, чем? Ваши люди прямо стараются жить по Библии. Я говорю, да. А наши католики, они очень святые в церкви и все, вышли уже. Вся страна наша, это я был в помощи, вся страна наша католики. Видите, все, что делается, католики делают. Он мне задает вопрос. Я давно хотел задать вопрос кому-нибудь, в чем ключ? Я ему говорю, вы понимаете, в чем ключ? И думаю, как его не обидеть. Я говорю, ключ в том, что они рождены свыше. не можно заставить собаку жить как лошадь. Она должна родиться лошадью. Невозможно. Я раньше никогда не думал, что может такое быть, что человек ходит в церковь регулярно и нету жизни Божьей в нем. Я так не думал. Теперь я думаю. Я уже столько лет пришел к пониманию. Человек может, совесть может судить не от Духа Божьего, а от воспитания. Даже когда вы были неверующими, первый раз, когда вы закурили сигарет, а мама запрещала папу, вы закурили, чувства вины были? Конечно. А вы были в Духе? Нет. Вы не были в Духе. Вы просто были в запрет мамы и папы. Вот поэтому надо родиться заново. Это я священнику говорил. Пастор Генри, ага, информация, простая информация, меняет ли мое мышление? Да, нет. Скажите мне, израильский народ идет, из Египта, у них есть информация от Бога, что он делает, куда он ведет, с какой целью? Да. Есть? Да. Сказал Бог? Да. Сказал, что избавляет от фараона? Да. Сказал, что поведет в землю обитованную? Да. Что там молоко и мед? Да. Что там города, которые построены, они придут жить? Да. информация есть? Да. Поменялось мышление? Нет. Поэтому, когда ко мне приходит человек, говорит, пастор, Генри, я очень духовный, чего? А я прочитал 15 книг. Ну, я ценю людей, которые читают 15 книг. По крайней мере, какой-то мыслительный процесс идет. Но обновление ума не от этого. У израильского народа была информация. Правда же, много людей бывает, спросите любого верующего, который после собрания курить или что-то делает, спроси, скажи, ты знаешь, что это плохо? Он скажет, да. А ты понимаешь, что нельзя? Да. А ты знаешь, что это вредно? Да. А ты понимаешь, что ты можешь пойти в воду из-за этого? Да. А ты хочешь бросать? Да. Но ты пока еще употребляешь? Да. Это такое сплошное да. Почему? Потому что информация, просто информация, не меняет человека. человека. И поэтому, когда пастор обманут, думает, что он что-то проповедовал, и люди теперь будут так жить, как он сказал, это обманутый пастор. Люди не такие простые. Но не переживайте, мы решим этот вопрос. Я же вам не даю уравнения, которые мы не решаем. Вы меня знаете, правда же? Поэтому заметите, что информация не гарантирует изменение ума. Просто информация. Нет. Израильский народ, давайте посмотрим, что с ними было. То, о чем Павел здесь объясняет. Числа 13 глава. Моисей отправил 12 согладателей в землю обитованную. Пойдите посмотрите. вернитесь с информацией. Хорошо, Моисей. Притом он отправил главных из них. Они возвращаются назад. Теперь слушайте их отчет. Ой, пастор Генри какой-то законник, он требует отчета от лидеров. Моисей требовал тоже отчет, между прочим. Понятие отчетности давное, еще у Бога было. 13 главы, 28 стих. Будем читать 28 по 30, потом 32 по 34. И рассказывали ему, говорили, мы ходили в землю, в которой типа села у нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоди ее. эффективнее, ребят. Но, слушайте это слово, но, вот это понятие но говорит о мышлении говорящих. Вот это но. То есть, Бог сказал но. Помните змею в саду? Бог сказал но. Вот это но. это яркий признак присутствия того змея первоначального. Но, Библия говорит но. Вы понимаете? Но. Но. Если ты живешь жизнью да, но понимаете, мы же, как Настя сказала, но это же Библия. Вы думаете, что мы так можем жить? То есть, вы считаете, что Библия написана для коров или для кого? Но народ живущий на земле той силен. И города укрепленные весьма большие. И сыновь одинаковые мы видели там. Амалик живет на южной части земли. Хетей и Евусей перечисляется все это. Для вашей справки, когда вы прочтете Библию до конца, каждый из этого народность был поражен кем-то. Даже Евусей был один из последних. Их всех поражали. Всех. Но разговор, как будто их поражать нельзя. Вот такой разговор, как будто нельзя. На земном шаре такого нет, что это нельзя решать. Такого нет, немае, не бывает, не бывает. Такого нет. Все в нашем мышлении. Вот в этом. А так проблемы на земном шаре были, есть, будут. Кто тех преодолел, если ты захочешь, и ты тоже. Наверное, вы слышали, да, вот этот, что в Америке бегали один миль за четыре минуты. Они, ученые, пришли к выводу, что человек не способен преодолеть один миль за четыре минуты. Ученые доказали, университеты целые труды. Однажды вышел на беговую дорожку молодой человек, пробежал один миль меньше, чем за четыре минуты. Теперь война, труды университетские и человек. Как только он сделал, до 2000 года, если я не ошибаюсь, 20 тысяч человек уже преодолели миль за четыре минуты. Нет такого понятия невозможно. Скажите, такого нет. пастор Геннер, у меня не получается. Да, не получается, но это не значит, что невозможно. Это у тебя с твоим умом не получается. Согласен. С тем умом, который у тебя сейчас, не получится. но если захочешь поменять, чуть-чуть корректировать твой график, тело, все прочее, получится. Скажите, получится. Я вас не слышу. Что вы сказали? Ну ладно, возвращаемся сюда. Читаем дальше. Вот. И они, те, которые ходили с ними в 32-й, говорили, не можем мы идти против народа сего ибо он сильнее нас. И распускали худую молву. Молва это не проповеди. Есть люди в церкви, которые распускают молву. Как они это делают? Это они не выходят на сцену и говорят, нет, это вот там в кафе, а ты знаешь, ты знаешь, вот так это вообще, ты знаешь этот, он вообще, вот это молва. Есть такие специалисты похожи на десять загладатаев. В каждой церкви молвники моря. Это они говорят вот так. Потому что то, что они говорят, не могут со стен это говорить. Оно будет осуждаться всеми людьми, поэтому они молвники. это мое слово, вы не найдете нигде. Смотри на соседа с вопросом, ты молвники или нет? Конечно же, если вы вместе вдвоем молвали. Так, и распускали худую молву о земле, а люди, которые распускают худую молву, они же не о себе распускают, она о ком-то всегда, которые они осматривали. Между сынами Израилевым, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Они играют на чувства, на восприятие. Там мы видели исполинов, видно, были легенды какие-то вокруг исполинов. были как саранча в глазах и мы тоже смотрели на себя случайно и мы увидели саранча вместо людей. Вот и получается, они рассказали. Теперь слушайте вторую версию. 13 глава 31 и 4 на 36 по 10. Но Халев, они были в одной и той же земле. Они смотрели на одни и те же людей. Но слушайте, жал, что Библия не показывает, почему у Халева Иисус Новин такое решение. Быстрее всего было предварительное какая-то подготовка. Иисус Новин подозреваю, он был рядом с Моисеем. Я так подозреваю. Поэтому его особо не хвалят в этом решение. Бог хвалит Халева больше всего, если вы заметили. Потому что он выходит с правильными решениями, будучи не рядом с Моисеем. Это самый дисциплинированный человек в Израиле. Халева успокаивала народ перед Моисеем, говоря, пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Вы видите сомнения в этих словах? Я не вижу. А вы замечаете разницу между двумя мышлениями и восприятием ситуации? Вы замечаете или нет? Ярко. Это то, о чем Павел говорит. 14 главы написано Иисус Сын Новин Халев Сын Ефонин и засматривая землю, разодрали одежды свои. И они говорят, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хорошая. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю и даст нам ее, в котором течет молоко и мед. Смотрите, что они говорят, только. Помните, помышления плотские, слушаться Богу не могут, да? А это помышление, у них выбора нет. Помышление духовное бежит покориться Богу. Оно находит отдыха в послушании Богу. Духовное помышление находит комфорт в повиновении Богу. даже если все выглядит плохо, духовное помышление прячется в Боге и в повиновении Слову Божьему. Там у него комфорт. Если все, что Бог говорит, тебе некомфортно, тогда римлянам 12.2 о тебе не сообразуйся с веком с ним, а преобразуйтесь обновленным во ваше, чтобы воля Божья стала для вас угодной, совершенной и так дальше. Он говорит, только против Господа, что бы ни стало, во что бы ни стало, помышление духовное не воюет против Бога. Помните, Павел сказал, плотское помышление суд вражда против Бога. Это значит, духовное помышление, как у Халева, Иисус Новина, суд дружба с Богом. И он говорит, во что бы ни стало, только против Господа не восставайте и не бойтесь народа. Духовное помышление не боится народа землицы, ибо он достанется нам на съедание. Защиты у них не стало, а с нами Господь не боитесь их. Реакция на них побить их камнями. гонения никогда не бывает со стороны духовного помышления. Никогда. Гонения, плохие разговоры, войны против других людей всегда создает плотское помышление. это есть свидетельство, что они под дьяволским контролем. Вот. Давайте я попробую проверить вас. Где тут духовное помышление и где тут плотское помышление? Вы хоть что-нибудь увидели тут? Десять или у десяти или у двух? У кого плотское помышление? У десяти. У кого духовное помышление? У двух. Заметите, как мы увидели это помышление. Мы не можем видеть помышление в голове человека. Не видно. Мы видим по словам, по действиям, по плодам. если мы делаем вывод о ком-то по делам, по словам, по поведениям, Бог за это нас не осуждает. Это Он такую подсказку дал. То есть Бог по-другому говорит, я сделал все так на земле, что человек не может прятать то, что Он думает. Даже если Он пытается. А как? Я дам, чтобы оно проявилось. То есть Бог так сделал, что наши системы привязаны к тому, о чем мы мыслим. Хотим, не хотим маскироваться, не маскироваться, оно все равно проявится. Так Бог создал человека. Мы очень простая, простой организм. вот поэтому это я читал книгу, вернее слушал книгу. Один циреушник, женщина, рассказывала, как они вылавливают человека, обманывать или не обманывать. Говорит ложь или говорит правду. Интересная книга. Вот я слушал, 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 думаю, в принципе, все, что они говорят, их учили. Я Духом Божьим многие из этих вещей поднимал с Духом Святым, не проходя их учебу вообще. Может, они мне давали больше названия, как научно это называется. А я как бы это знал. Мне это понятно. Вот смотрите, десять согладатаев они по плоти, а двое по духу. Самое страшное это вот следующие слова. 14 главы 21 по 30. Как Бог реагирует? Тут три направления. По духу, по плоти и Богу. Давайте, нам всегда интересно, какой же ход помышления нравится Богу. Читаем. Но жив я и славы Господней полна вся земля. Это Бог говорит. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделали мною в Египте и в пустыне и искушали меня, Бог это называет искушать, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которые я клятвой обещал отцам их. Бог обещал? Да. Аж клятвой? Только что отменил? Да. Такое бывает? Да. Обещал Бог? Да. Клятвой? Да. Отменил только что? Да. Отменил не вообще его обещание, вообще это исполнится, но не этому поколению. Бог решил, вы не имеете права наследовать мое обещание из-за вашего мышления. Смотрите, говорит, все раздражавшие меня не увидели ее. Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне введу в землю, в которой он ходил, и семья его наследует ее. А мальки тянет там-там-там-там-там-там все это, пусть и ничего, это Бог. Вы знаете, халев получил свое наследие от Бога. Бог называет, какой час надо дать халеву. Все остальные пожребы получили, когда пришли в землю, а халев нет. Бог заранее сказал, дайте ему вот это, это его. И когда он пришел в землю, помните, он разговаривал с усомновином, что ты помнишь, как Бог сказал, его наследие не от жребы, это Бог дал границы. Дальше читаем, и сказал Господь Моисе Иорона, доколе этому злому общество всему роптат на меня, ропорт снов Израилевых, которыми они ропщат на меня, я слежу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне падут тела ваши, и все вы численные сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемля руку мою клялся поселить вас. Бог клялся их поселить, и Бог отменил. Кроме Халеваса, сына Яфонина, Иисуса сына Навина. Получается, что первое, Бог отменил. Когда Бог освободил народа из Египта, Он ожидал, чтобы поменялось их мышление, чтобы они соответствовали землю, куда они идут. наступил пора войти в землю, а их мышление не соответствовали земле, и Бог закрыл границу. есть такое, что когда Бог нам что-то обещает, но наше мышление не поменялось, чтобы соответствовать обещаниям Божьим, Бог вынужден будет не пускать. Мы не готовы на уровень нашего ума. Я даже могу сказать, что есть много вещей в жизни, что ты потерял из-за твоего ума. На твоем месте я бы перестал хвалить свою ум настолько. Оно уже столько украл у тебя столика. Апостоли, которые не стали апостолами. Миллионеры, которые не стали миллионерами. Мамы, которые не стали мамами. Из-за мышления. Пастор Генри, что-то вы меня зовете так часто сегодня. Может ли Бог что-то полезного делать через человека, чье помышление не обновлено? Да. Что, например? Но в случае народа рожали новых детей. Вы заметили? 40 лет Бог мог их убить за один день. в курсе, да? Если он был убил, кто бы остался. Поэтому надо было, чтобы они рожали 40 лет. Кто родился в этот день, было ему 40 лет, когда они вошли в землю. Богу надо было заменить. Скажите, заменить. Я вас не слышал, что вы сказали. поэтому он дал время. Они передавали все, что у них было своим детям, которые они там же рожали. Ну, ты уже родила пятая, ты можешь умереть. Вот, поэтому Бог хранил их, чтобы они рожали, чтобы они воспитывали, чтобы не вошли израильские народы в землю малочисленные. Их преодолеют. Понимаете? Они должны были сохранить население. Да, Бог может кое-что полезно делать через человека, чьи ум не обновился, но это не означает, что он доволен. Не означает. И это не означает, что смерть не будет. Не означает. и вот твое помышление, твой настрой, это все входит в твой ум, твои склонности, твои реакции на обстоятельства и ситуации влияют на то, что сможешь наследовать от Бога на земле. твое помышление, твои настрои, твое отношение, твои склонности и твои реакции влияют на обстоятельства, влияют на то, что сможешь наследовать. Чуть-чуть здесь я буду менять передачу с ворона с механикой. Во Христе, скажите, во Христе. Я понимаю, многие из вас все время думают, а как насчет мы во Христе? Вот я передачу меняю. Во Христе мы немножечко в другом положении, в отличие от них. Нет, Бог до сих пор требует изменения ума, поэтому римлян нам об этом говорит. Это был наш главный текст. но во Христе в нашем духе, в нашем духе, если мы родились выше, в нашем духе там находится воля Божия, там находится жизнь Божия, там находится Дух Божий, там находится Царство Божие. О, если можно было бы выключить тело и душу, вообще только с духом остаться, но тогда ты не будешь иметь права жить на земле. Тело дает тебе быть легитимным человеком на земном шаре. На земле должны ходить тела. Поэтому даже Иисус пришлось ему взять на себе тело. Поэтому и тебе Бог дал тело. Легитимность твоей жизни на земле это из-за твоего тела. Как только твой дух выходит из твоего тела, ты больше не имеешь права ходить по земле. Ты войдешь в лавину и никто не будет тебя обслуживать. Дайте мне жить не хлеб, и женщина скажет наступни, а вы что, вы меня не бачите? Кто там следующий? Никто не будет тебя замечать, на тебя обращать внимания не будут, ты уже не имеешь права купить черный хлеб. Поэтому дорожи твоим телом, что не будет сказать это амин. Но не дай ему диктовать, но дорожи. Получается, мы во Христе, давайте читаем то, что мы читали Римлянам 8, 13 по 16. Внимательно, пожалуйста, только. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвлять для плотки, то живы будете». Возвращайтесь назад. Умерщвлять чем? Духом. то есть оказывается, человек согласно римлянам имеет право своим духом кое-что умерщвлять. Скажите, я имею право. А если не умерщвлять, значит, он не использовал свое право просто. Читаем дальше. «Ибо вводим духом суть синий Божий». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьей. Вы заметили, что внутри нашего духа идет отдельная бурная жизнь и деятельность. Бурная деятельность, которая в нашем духе идет. А вот эта бурная деятельность, которая в нашем духе, надо было бы его взять оттуда и перемести, чтобы оно начало влиять на нашу душу и на наше тело. И с того момента все, что Божье, будет сладко, как мед. Вы что, со мною? Да, я вас перегрузил, я вижу. Но ничего. Это от любви. Вы видели папы, которые наказывают сыновей, говорят, потому что я тебя люблю. Но это не наказание, я вас учу. Но это не вы только. Онлайн все понимают. Аминь. Церковь победа онлайн. Я знаю, что вы все понимаете. Заметите, Павел пишет, и что он не пишет. Павел не пишет. Если вы позволите Богу умерщвлять плотские дела у вас, не, он сказал, если вы умерщвляете, это значит, первое, человек может контролировать свое, все, что снаружи, он может контролировать тем, что вы его духе. Он может, исходя из того, что мы читали только что. То есть, он может умерщвлять кое-какие вещи своим духом. Скажите мне, это дело плотские, болезнь это дело духа или дело плоти. Я вас не слышу. Значит, можно умерщвлять? Не считаете дело плоти или дело духа? Вот это ваше не знаю, это то, что дает дьяволу победу. Павел говорил, ибо я знаю, там, где ты знаешь, там победа, а там, где вы, как сейчас, не считая, ой, пастор Генри, кто его знает, Бог знает. И вот дьявол, как раз, он торжествует, что они неопределены, я им, помните всегда, твое, тебе дается то, что тебе четко, четко, четко понятно. одно. Вот почему суеверие это враг большой. Может быть, кто его знает, под этим деревом, может быть. Вот заметите, нищета это дело плоти, колдовство это все плотские вещи, результат какого-то мышления. Значит, все это можно умрещать, да, чем духом. они знают, вы меня понимаете? Гнев это дело плоти, да, можно умрещать, да. Самосожаление дело плоти, да, можно умрещать, да, ярус можно умрещать, да, похоть можно умрещать, да. Перечень заканчивается, нет, пастор, у меня слишком длинный, знаю. это первый вывод. Почему я это делаю ударением? Потому что 90% христиан считают, что их дух пассивный. Его кормишь, кормишь, и он самостоятельно, как ветер там влияет на его жизни. Нет. Павел так не считал. Вот потому, что мы заставили наш дух занимать пассивную позицию, мы и страдаем. А ведь вся божественная деятельность, оно там, в твоем духе. И если бы, если ты был дьяволом, ты бы, наверное, старался, чтобы люди не поняли, что их дух может занимать активную позицию. Ему это выгодно очень. Тогда они становятся душевными, плотскими. Вы понимаете? Чешется где-то, побежал, почесать, потому что они думают, что дух это пассивная часть, активная часть это тело. А это же, вы когда-нибудь зимой вы одевали перчатки? Что люди видели? Вас или перчатку? Перчатка. Ну, рука. И когда вы двигались, люди видели, перчатки двигаются. На самом деле жизнь в перчатке или в руке? В руке. Вот сейчас смотрю на вас, что я вижу? Перчатки, ой, тело. А кто улыбается мне в маске? Перчатки, ой, тело. Но как только вы снимите перчатки, и вы вышли, упадет без жизни. Скажите, мое тело, это мое перчатка. Скажите, мой дух, это я. Смотрите, насколько дух ваш активный. Без него вы упадете мертвым. Тело очень умоляет, дух, не уходи. Так, второе, оказывается, мы можем решать все вопросы, исходя из того, кто мы внутри. Мне нравится очень золотой момент тут. Я немножко его вам скажу. Написано, ибо сей самый дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Дух Святой берет информацию и передает нашему духу. Не нашему телу, не нашей душе, а нашему духу. Получается, что главная деятельность Бога в вашей жизни вообще-то происходит в вашем духе. Информация передается нашему духу. Все планы Божьи он передает нашему духу. Призвание Божье, предназначение Божьей, сила Божьей, помазание Духа Святого, дари Духа, все это он передает нашему духу. Знаете ли вы, что вы в вашем духе богаче, чем вы видите вокруг вас? Вы богаче, вы сильнее, вы более успешнее, чем то, что вы сейчас видите? Все, что Бог вложил в вашем духе исполнится, от вас зависит, от вашего помышления. Ведь наш ум это соединяющее звено между духом и телом. так, давайте посмотрим немножко на динамику изменения ума. Задача у меня непростая, но супер интересная. Я так люблю свою работу, что вообще тут стою, по-моему наслаждаюсь, а по Филиппу, моему сыну, кайфую. У нас разные языки. Мы на разных языках. Я не понимаю, что такое кайфую. Мне это непонятно, у меня нет картины. Наслаждаться, да, у меня есть картина, а кайфую, кайфую. Нет картины у меня. Ну, ладно. Меняется наш ум от того, что от того, что от того, в чем мы убеждены. Так, давайте это слово. Скажите убеждение. Давайте еще раз повторяем убеждение. убеждение. Помните, израильский народ, Бог им сказал информацию про землю. Они были убеждены? Нет. То есть, в какой момент начинается перемена ума? В момент появления субстанция, субстанция, простите за слово, я не знаю, как по-другому его выразить, называемое я убежден. это понятие убеждение, оттуда начинается перемена нашего ума. Поэтому, если пастор Генри на сцене проповедует, родители, не раздражайте своих детей, аминь. Человек не убежден, он возвратится домой, на парковке, будет раздражать детей своих. Он услышал? Да. Убежден? Нет. Живите по-христиански. Да, я согласен. Убежден? Нет. Как будет жить человек? Не по-христиански. Информация знает. Да. А убежден? Нет. Десятину нужно давать да, а ты убежден? Нет. Скажи мне, дает десятину такой человек? Нет. Почему? Не убежден. Что это работает? я сидел в офисе, не помню, когда это. Ко мне пришел один пастор, подарил мне какая-то сумма денег. У меня привычки сразу выделить деньги, сразу отдать. Не хочу хранить десятину в кармане. Я даже боюсь его поместить в карман. я неправильно посчитал сумму и положил больше, чем надо. И когда я захотел забрать у меня внутри ты уже отдал. Все оставил. Кто-то скажет, да, какая разница? Вот для вас какая разница? А для меня убежденного большая разница. Я собирался с конверта достать денег, потому что я дал чуть ли не 35-40 процентов. Я же неправильно посчитал. Надо вернуть деньги. И сразу ты уже отдал Богу. Как можешь забрать? Я сразу ой, прости Господь. Чуть не стал пастором, вором. Вот до того я убежден, что вопрос десятины работает. Что я корректирую свои поведения. Заметите, что я убежден настолько, что работает, что я даже боялся трогать эти деньги. Почему я убежден? Так, человек, о чем так говорится, не значит, он убежден. Римлянам 12-2, возвращаемся туда. туда. Это подтверждение убежденности или неубежденности. Смотрите. и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Давайте я попробую по-простому. меняйте ваши внутренние убеждения и взгляды и мировоззрения, чтобы оно перестало быть похоже на то, что в мире. Переделайте ваши убеждения и тогда будешь узнавать, что такое воля Божия, благая, угодная, совершенная. Меняй свои убеждения. Меняй. Но это можно делать перед делом свое убеждения только в случае, если в тебе живет Дух Божий. Я имею ввиду убеждения по-божьему. Переубеждения по вождению машины можно переделать. Если вы перейдете в Америку, например, вас заставили сдать на права. Столько наших дядьки здесь, которые ездили, 40 лет за рулем, там какая-то девчонка первый раз за рулем села, полтора года тому назад принимаете у него экзамен. Вы представляете, как? Он приходит, вообще одной рукой тут, и она проваливает его. Как один мне сказал, я ей задал вопрос, сколько лет ты за рулем? Полтора года. А ты знаешь, сколько я за рулем? Сколько? 45. А тебе сколько лет? 22. Вот я два раза в твоей жизни я за рулем. Говорит, в Америке ездить нужно так, как вы прочитали, а вы провалили. Если вы хотите ездить в Советский Союз, пожалуйста, а здесь нужно переделаться. Он говорит, вы не поверите, пастор я вернулся обратно домой. Сколько мне уже лет? Прочитал, снова пошел сдать на права и забыл весь мой опыт советский и пришлось по-американскому и девчонку, ребенок, вообще, я бы ее... Нет, надо переделать. Я удивился, наши водители попадают в Европу, никто на тротуары не ездит. Никто. здесь. Ой. Не ездит. То есть, человек может себя переделать в принципе по требованию, но чтобы по Духу Божьему, по направлению Божьему, это нужно, чтобы Дух Божий был в тебе. Потому что, когда Дух Божий в тебе, мы читали раньше с вами, Он оживотворит наши мертвые тела. Он включается. Скажите со мной, Дух Святой включается в изменение моего ума. Не Он делает, но Он включается. Культура не может менять тебя, чтобы твой ум стал божественным. Образование даст тебе образованный ум, но не божественный. чтение книги даст тебе литературный ум, но не божественный. Божественный ум даст успех всем людям. Абсолютно всем. И бомж на улице взял Библию и начал менять мышление. Бог даст ему успех оттуда без ничего. Заметите, но Дух Святый должен быть в тебе. Помните в самом начале выбор какой был плотской и духовной? Или даже римляне, которые мы только что читали, не сообразуйтесь веком всем. Образование является частью века сего. Культура частью века сего. Поэтому есть другое, что духовное, что Бог требует, чтобы мы как рождение от Бога, кроме образования, кроме культуры, кроме то, что было и то. Культуры разные. В Украине, например, но и в России одинаково тут. Нечетные цветы это значит праздники. А в Америке ничетные цветы только для похорона. Если идешь поздравить с днем рождения или свадьбы, нужно четнее. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать. А у нас все наоборот. А какой же культура правильной? Американцы считают, что их правильная. А мы не знаем, что мы считаем. Что-то считаем. Но на похоронах, везде похорон, где я был, все были с четным количеством цветов у нас. Это культура. Каждая культура, где ты живешь, переделивает тебя по-своему. Все, что ты делаешь часто, оно может заставить тебя думать согласно Него. Но есть Божий, который не под контролом дьявола никак, ни в чем. Это то мышление, которое Богу нужно, чтобы с тобою сотрудничать. И чтобы дать тебе свободу, которая написана в Библии, что оно принадлежит детям Божьим. И чтобы обетование Божие, которое в Библии, стали да и аминь. Есть определенный ум, который нужно, чтобы была дружба между твоим духом и телом. Чтобы вся деятельность, которая в твоем духе, начала проявляться больше и больше в твоей жизни. Для этого нужно есть определенный ход мышления, который важен. Я сейчас попробую два, если не успею, продолжим следующий раз. Первый метод, который Бог дал нам, менять нашего ума. Это уже начинаем гайки и болты. Зашли мы наконец-то. Я их люблю так, эти гайки и болты. Я всегда люблю как? Пока я не сказал как, я еще не чувствую себя хорошо. Но я не хочу торопиться много информации, потому что вы все выбросите. Самый первый метод, как Бог меняет нашего ума, это то, что я называю откровение от Духа Божьего, впечатляющее тебе настолько, что меняется твое мировоззрение. Откровение или прикосновение Духа Святого так впечатляющее тебе, что меняется твое мировоззрение. Помните, мы говорили про взглядов? Менять твой взгляд. Любой взгляд нуждается в устроении. Любой. Если можно менять взгляд человека в правильное направление, то вся информация, которая у него, читал в библиотеке, в школе, где угодно, оно пойдет настроение нового взгляда. Когда я принял новый Божий взгляд, я не выбросил все математические взгляды, которые у меня были. Они пошли усилить новый Божий взгляд, который я имею. Но беда главная была в том менять мои взгляды, которые были испорчены. Это похоже на рул. Едешь, находишься на крышатике, и ты говоришь, я хочу ехать в Одессу. И ты сел за рулем, едешь в направление мост Патона, уже через Южный мост проехал, едешь в направление Борисполя, куда ты едешь? В Одессу. Тебе скажут, машина у тебя хорошая. Руль хороший. Климат контроль работает. Единственная проблема, Господин, ваш взгляд, мировоззрение, убеждение неправильное. у вас неправильное убеждение, вы едете в Харьков. Машина хорошая. И вы тоже. У вас три высшего образования. Единственная проблема, вы не туда направлены. То, о чем я сейчас говорю, это означает, я вас останавливаю, вдвоем подняли машину, повернули и на юг. И скажу, с этого момента, по этому GPS-у, едете себе в Одессу. Мы поменяли ваше направление мировоззрения и взгляды. Ой, 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 ой. Давайте начинаем с чего? Римлянам 8, 14. Ибо все водимы Духом Суд Сыне Божьим. Что это значит водимы Духом? Имеется в виду, Дух Святой приносит внутри вас информацию, которой до этого не было. И эту информацию заставит вас или даст вам двигаться не так, как вы двигались раньше. Давайте посмотрим, как это произошло с одним человеком. Деяние 9, 1, 2, 6. Саввел же дышал угрозами убийствами на учеников Господа, прошу первосвященников. Смотрите, какой он выходит в мышление. Он убежден, христиане плохие. Он уверен, он служит Богу тем, что он ругается с ними. Таких в церкви победа в море ругаются с лидерами. И убеждены, что это правильно, Богу угодно. Дух Святой вообще в восторге, что они ругаются с лидерами, не понимая, что они себе копают яму. Павел Саввел вернее убежден для того, чтобы этот господин поменял мышление свое, убеждение, понадобилось определенное действие. И вот, чтобы кого найдет последующие семоучения, мужчины и женщины связав приводил в Иерусалим. Он уверен, он убежден, он об этом думает, он дышит угрозами, он кричит, он обзывает, он все это делает. Очень образованный. Оказывается, можно быть образованным и твое образование, которое хорошее, толкает тебя с большей скоростью вне туда, не потому, что образование плохое, образование супер вещь, но у тебя взгляды испорчены. И твое образование усиливает испорченного взгляда. Поменяйте взгляд, твое образование будет усиливать твое правильное взгляд. Он пришел, там получил письмо вообще, право на это разрешение, но когда он шел, приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. И он упал на землю, и он услышал голос, говорящий, Саввул, Саввул, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты Господь? Я Иисус. Это же Иисус, это ругать дольское имя для него. Он считает, что это глупо, он считает, надо их, у него убеждения в другую сторону идут. Знаете ли вы, что многие из вас есть некоторые вопросы в вашей жизни, где у вас убеждение, вы идете абсолютно не туда. Я не сказал, что вы не умны, вы очень умны, я не сказал, что вы не образованы, нет, я не сказал, что вы не соображаете, вы очень соображаете, но вы не туда. определенно вам нужно стоп, повернуться, душа вашей понравится или нет, нет, тело ваше сразу согласится, нет, привычка согласится, нет, округ друзей, которые вы собрали вокруг этого убеждения, они тоже будут вас осуждать, но поверьте мне, или так, или скоро тупик с дубом. Он говорит, я Иисус. Вы можете представить, через что проходит в уме Павла, у него письмо, он представитель первосвященников, которые его отправили. И тут этот Иисус, и он меняет свой взгляд. Что он потерял? Дружбу первосвященников. он не просто потерял, они решили его убить. В одном случае 200 или 400 там иудеев пришли к священнику, что мы взяли Клату убить его, попросить, чтобы к вам привели, а мы его убьем. Да! Перемена взгляда, почему многие не хотят? Потому что перемена взгляда забирает все, что у тебя порой. Поэтому людям легче. Что-то не то в моей жизни, но я буду дальше идти. Что-то не так, но я буду так дальше. Так же не должно быть, но по-другому. Если я поменяю, что он скажет, что она скажет, что он скажет, я, наверное, продолжу. шлапу снимаю перед Павлом. Снимаю. Теперь я понимаю, почему Бог его призвал. Вот это человек. Смотрите, трудно тебе против вражды. Он говорит в трепете и в ужасе. Господь, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, будет сказано тебе, что тебе надо наделать. Сколько знаний дал ему Иисус здесь? Никакое. Иисус не дал ему новую библиотеку. Иисус не дал ему новые откровения. Иисус дал ему перемена убеждения и взглядов. Вот что он ему дал. Потом 14 лет он был в Арабской пустыне и там получал от Бога уже откровения. Потом в тюрьме в Риме писал послания. Но перемена взглядов произошла вот так. Заканчиваю это. Савву настолько получил прикосновение Духа Духа Святого что что он поменял своеобразование. Нет, поэтому Бог использовал его писать. Он-то знал закон Моисея. И когда вы услышите его проповедь, он начинает использовать закон Моисея не против Иисуса, как раньше, а за Иисуса. Информация почти у него та же. Но взгляд его, убеждение его поменялось. А вы скажите, а где логика? Объясню. До перемены убеждения у него была одна логика. С тем же знанием, когда у него произошла перемена убеждения, та же информация, логика другая. Другая логика. Абсолютно. У каждого из вас по отношению к людям, к себе, к своей жизни, у вас есть какая-то логика. И эта логика возможно ошибочная. Не потому, что вы нелогичный человек. Просто логика похищена неправильным убеждением и неправильным взглядом и настроем. Как только вы поменяете свой взгляд, поменяете убеждение, удивительно, как за секунду у вас появится новая логика. Абсолютно новая. это то, что я вам предлагаю. Пастор Генри, почему Церковь Победа верит в Духа Святого, в силе Божьей? Вот потому, вот потому, ничего не меняет взгляд убеждения человека больше, чем, когда Дух Святой двигается. Вообще, все из вас вы бы здесь не сидели. Просто красивая речь. Иисус любит, умер за людей. Вы бы сказали, что это за чепуха? Вас остановил некрасивая речь. Нет. Нет. Красивую речь вы заметили позже. Когда вы говорите, ой, как хорошо пастор Генри проповедует. Те же проповеди вы бы слышали раньше. И вы бы сказали, что этот тут Баби Бас не рассказывает. Вы бы то же самое, те же проповеди вы бы так же назвали. Просто у вас поменялся убеждения, взгляды. Бог не собирается первой его цели не менять вашу информацию, а первое. он хочет менять ваши убеждения, взгляды. Вы в жизни воюете с людьми, которые ваши лучшие друзья, но ваши взгляды не позволяют вам это видеть. Вы в жизни обижены на людей, на которые не надо было обижаться. вы в жизни вы говорите слова, которые не надо было, но ваши убеждения. когда Бог мне показал, что мои выводы, мне кажется, что у Бога есть такая специализация, чтобы показать мне. ждать, пока я сделаю убеждения по отношению к кому-то неправильное, а потом скажи, давай так, Генри, теперь я тебе покажу, как правильно. Я всегда говорю, почему Бог ты раньше мне не показал? а потому что Бог хотел, чтобы я научился не полагаться на мои убеждения. Они очень часто неправы. Давайте встанем. Ой-ой-ой. Мне кажется, я такое мясо какое-то приношу вам, не уверен, что вы его ловите. Не уверен. Но так хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Так хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Аллилуйя. Гондария масокомандария. Давайте помолимся в духе, хотя бы одна минута я вас отпущу. То же самое и дома. Давайте весь этот Киев наполним молитвой в духе. Буквально 45 секунд в духе. Дома, везде, по всем районам. Пусть поднимается благоухание. Молитва молитвы, по всему миру, по всему миру. Давай масокомандария. И пока мы молимся, если Дух Святой начинает показать тебе, внутри тебя, что есть некоторые убеждения о твоей жизни, которые, возможно, неверные, проси у него, Дух Святой, покажи мне, где я ошибаюсь, покажи мне, где мои взгляды неверные, где мои убеждения неправильные. Я готов меняться, я готов соответствовать твоим. Только покажи мне, говори мне, рисуй передо мною. Я хочу понять во имя Иисуса. Боже, я провозглашаю божественного убеждения, божественных убеждений, божественного взгляда, божественного мировоззрения, божественного в жизни каждого человека, в жизни пастора, в жизни лидеров, в жизни мужей и жен, детей и родителей. В нашей стране, Боже, нам нужен твой взгляд в нашем обществе во имя Иисуса. Отец, я благодарю тебя за церковь победы. Мы принимаем от тебя взгляд победителя, взгляд наполнено Богом, взгляд принятого Богом, взгляд человека во Христе, взгляда храма Духа Святого. Боже, сегодня мы принимаем твои убеждения, твои убеждения, твои убеждения в нашей жизни во имя Иисуса. Не важно, что мы потеряем при этом, мы желаем приобрести тебя. Как Павел сказал, я считал все за ссор, чтобы приобрести Христа, поэтому мы готовы считать все за ссор, за мусор, менять наши взгляды, менять наши убеждения, чтобы оно совпало с твоим, Господь, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, мы любим тебя, наш Бог. Кора масоку мондурия, масоку мондурия, кора масоку попутурья. Отец, укрепи каждого из нас во внутреннем человеке, ибо мы приняли Духа усыновления, который называем Ава Отче, да придет глубокое откровение, что мы дети Божьи, что мы приняты, мы свои Богу, мы родные для тебя, мы твои дорогие, пусть это глубоко сядет в нас, мы Божьи дети. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Богу, Богу, без ся тьё, ѝ гоу, хоу, чё, �미,